Судя по всему, президент России сейчас единственный, кто позицию сирийского руководства знает из первых уст и с кем это руководство готово ее согласовывать. По крайней мере, об этом говорит первый за 4 года с начала гражданской войны заграничный визит Асада. Готовился тайно, совершился в обстановке невероятной секретности, прилетел Асад поздно вечером во вторник, мир узнал об этом утром в среду, когда Асад уже был дома. О чем говорили тет-а-тет, известно лишь со слов Путина на Валдае. Это касается отношений Асада и умеренной оппозиции. И теперь политологи строят версии о том, что Асад явно прилетал поговорить о возможном расширении военной операции. А Кремль явно говорил о политических процессах, необходимых для нормализации обстановки. О выборах, создании правительства примирения, переговорах с оппозицией. При этом Запад, с одной стороны, иначе как диктатором и виновником всех сирийских бед, Асада не называет. С другой, и Турция, и Британия, и Франция уже заявили, больше не требуем его немедленной отставки, готовы подождать до окончания гражданской войны. Саудская Аравия напрямую заявляет, коалиционное правительство поддержим, но Асаду места в нем не видим. Но коллега Евгений Баранов разбирался, почему сирийский вопрос превратился в повод для торга, в котором главное не победа над мировым терроризмом, а фигура сирийского президента. Главным общедоступным результатом ночного визита сирийского президента в Москву, проходившего в обстановке полной секретности, стало ясное понимание всеми. Без Асада не получится. Какой бы мощной ни была западная пропагандистская машина, продолжающая делать вид, что ничего не изменилось, всем уже понятно. Дамаск взят не будет, президентом Сирии был и остается Баш Рассет, и любое решение сирийской проблемы возможно лишь с учетом этих фактов. Конечно же, каждый понимает, что любое военное действие предполагает дальнейшие политические шаги. То, к чему стремится сирийский народ, должно стать нашей общей целью. Сегодня терроризм является реальным препятствием на пути к политическому урегулированию. И, конечно, весь народ желает участвовать в решении судьбы своего государства, а не только руководство страны. Несмотря на то, что Владимир Путин, выдержав паузу, приоткрыл завесу тайны над темами ночных переговоров в Кремле с Асадом, о результатах их все еще остается только догадываться. Я его спросил, как вы отнесетесь к тому, если мы найдем сейчас в Сирии даже вооруженную оппозицию, но готовую противостоять и реально воевать с террористами, с ИГИЛ. Как вы отнесетесь к тому, если мы поддерживаем их усилия в борьбе с терроризмом, так же, как поддерживаем сирийскую армию? Он ответил, отношусь к этому положительно. Мы сейчас думаем над этим и пробуем, если получится, перевести вот эти договоренности в практическую плоскость. Ясно, что этой встречей, во-первых, была зафиксирована позиция самого Асада как необходимого участника политического процесса. И с этим уже никто всерьез даже не спорит. Во-вторых, были согласованы общие позиции для предстоящих переговоров с Западом, главным образом с США. Очевидно, что проблема так называемой умеренной оппозиции уже набила оскомину самим американцам. Просто так отказаться от своих мифических выкормышей в Вашингтоне не могут. Но и поддерживать их дальше только позорятся. А значит, необходимо скорее определиться с теми, кто сможет стать участниками дальнейших переговоров. Остальных же российская авиация будет закапывать в сирийский песок. Американцы не хотят, чтобы на этих переговорах был Асад. По понятным причинам, я их понимаю. Обама и так сделал очень много, изменив подход к Асаду. За остальное его сожрет Конгресс, его сожрут саудовские друзья. И поэтому мы представляем там сейчас Сирию. А чтобы мы представляли Сирию, нам нужно понять, что хочет Сирия. Сделать это через звонки неправильно. Это нужно личный визит и личные переговоры между Асадом и Путиным. Чтобы они сели по-мужски вдвоем и пообщались. Где конкретно Асадовские красные линии? За что Асад не готов приступать? Казалось бы, чего проще признать тот очевидный уже всем факт, что без сирийского президента проблемы Сирии нерешаемы. И усадив его за стол переговоров, сделать мир возможно. Но, к сожалению, проблемы Запада с Асадом не сводятся к его личности. Ведь на фоне современных ближневосточных царьков он умеренный светский политик, авторитарный стиль правления которого обусловлен особенностями доставшейся ему управления страны, коварством соседей и менталитетом населения. Так что вопрос о его соответствии с западным демократическим стандартам с серьезными людьми даже не обсуждается. Это даже не только культурный фактор тут играет роль. Тут играет роль и внешние факторы. Потому что пока кто-то будет делать демократию, может, очень хорошо будет делать эту демократию, а-ля западные варианты. А соседи, которые совсем еще не демократы, очень хорошо этим воспользуются, и страны не будет. То есть, понимаете, может, они и захотят, съест-то он съест, да кто же ему даст. Вот это очень сложно, потому что это нужно делать или сразу у всех. В Саудовской Аравии попробуйте это сделать. Проблема куда глобальнее, чем просто неприемлемый стиль правления того или иного лидера. Мир стремительно меняется, границы, режимы и правила игры, доставшиеся в наследство от 20 века, в новом тысячелетии стали условностями. Что говорить о Ближнем Востоке, когда в Европе этот процесс лишь набирает обороты? Что бы там ни твердили о европейском единстве? Югославия, Закавказье, Турция и Восточная Европа с Украиной и Молдавией. Для того, чтобы удержать этот процесс от постоянного скатывания к кровопролитию, надо научиться, наконец, договариваться. Со всеми. И простых решений, типа все отобрать и поделить, в нынешней ситуации больше не существует. Как вы видите мирный процесс в Сирии? Готова ли Россия смириться с разделением Арабской Республики? Считаю, что это самый плохой вариант. Неприемлемый. И он не приведет к разрешению конфликта, а наоборот, создаст условия для его разрастания и продолжения. Конфликт приобретет тогда перманентный характер. Если разделить Сирию на отдельные части, на отдельные территории, то они неизбежно будут между собой воевать. Бесконечно. И ничего хорошего из этого не получится. Изменения, происходящие в мире объективны, но мировой порядок определяется не причинами, а выгодой. Миром правит тот, кто сумеет обернуть объективные перемены в свою пользу. Последние четверть века Вашингтон, оставшись на вершине Олимпа в одиночестве, намеренно рвал там, где тонко. Удар наносился по всему, что олицетворяло хоть какую-то власть, кроме его собственной. Павшие лидеры, взломанные границы, все представлялось в лучшем случае как пережиток прошлого. Стандарты, международное право, все подвергалось демонстративному поруганию. Поэтому сопутствующий этому хаос не был неприятной неожиданностью. Хаос был целью тех, кто возомнил, что их воля и есть единственной для всех закон. Раньше американцы были достаточно сильны для того, чтобы проводить свои действия в обход закона. Их силы достаточны для того, чтобы эти действия были эффективными. Сейчас такого уже нет. Обама уже признал, что мы так больше поступать не можем. А значит, нужен некий общий знаменатель, некая универсальная платформа, на основе которой что-то будет делаться. И эта платформа не будет подвергаться сомнению. В данном случае это международное право. Если Россия в какой-то степени бежит впереди паровоза, впереди американцев, говоря о том, что в рамках новой системы международных отношений, которая создается после ухода американцев с поста мирового жандарма, право должно быть некой всеобъемлющей платформы, на основе которой должны проводиться все такого рода действия. Американцы уже расписались в своем практическом бессилии решать что-либо в одиночку. В этой ситуации еще и признать Асада равноправным партнером по переговорам – это уже выше их сил. И дело здесь не только в Конгрессе или общественном мнении, хотя и это важно. Дело в том, что, признав Асада, они вынуждены будут признать и ответственность за тот кровавый след, который оставляли за собой все последние годы, пока не споткнулись о сирийский порог. Сейчас Вашингтон уже готов договариваться о методах, но Асад за столом переговоров – это удар по их целям и по их идеям. Сопротивляясь очевидному, Вашингтон все больше отдает реальную политическую инициативу в руки Москвы, не замечая, как с каждым днем сам превращается в пережиток прошлого, мешающий всем оперативно решать проблемы и двигаться дальше. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Александр Гусев. Воскресный.